Хорошее начало дня. Посмотрим, что нас сегодня ждет. Нового и удивительного. Мы в Баракоо. Баракоо это город, который основали первым на Кубе. И это была первая столица Куба. И здесь хранится самый старый крест, который привозил Христофор Колумб в Америку. И он единственное сохранился. Мы его сегодня посмотрим. Посетили местный Кривический музей, который находится в одной из крепостей. Ну так, интересные композиции рассказали про историю города и что да как тут. Ну, Кривический музей обычный. Все эти деревья растут в этой провинции. Есть вот такие улитки. Они разных цветов. То есть, это не карашины. Это настоящие. Цвета все, кроме голубого. Это эндемик. И больше таких нигде нет. Ну вот. Такая внутренняя крепость. Защищались от пиратов в основном. И находится этот музей вот в этом форте в старом. В одном из двух. Здесь вон даже кокосы растут. Пушки стоят. Все как надо. Это место знаменито тем, что именно сюда прибыл Христофор Колумб. Вон он. Очень примечателен тем, что это первый город, открытый Колумбом на Кубе. Вот же ведь живут же люди. Кокосы у них тут растут. Ешь не хочу. Ураково это город 3К. Кокосы, кофе и какао. Вот именно в этом месте и поставил Христофор Колумб крест. Здесь стоит копия. А вот этот желтенький отельчик это как раз отель Аля Русса. То есть той самой русской. ТЕ affecting pulled by Я, в цифра в пределе ТЕСТ he кадров «Центя Gregорлаq» Етернераменты ТЕСТ he кадров «Центя Кулицарта» «ТЕСТ atятятя» « suo цифро в езде руке». «Ольга-engра» «Т silicon Więcа Кулицарта» «Снецная какая природа» Субтитры создавал DimaTorzok С шкодной дорожкой Фигура волосатого Над которым тут смеялись все И он город проклинал Сейчас говорят, что все, что происходит Плохого в городе Это вина этого волосатого Идем в церковь Вот такая простенькая Но зато открыто Здесь за заборчиком Хранится тот самый крест Вот его Уже Да, его грызли там Отламывали кусочки И потом его закрыли Ограничили доступ И вот такие, да, серебром Сделали Сначала он был 2 метра Вот оригинальный размер мы видели На набережной И вот это все, что от него осталось И здесь у этой церкви Стоит памятник индейцу Который сопротивлялся Испанцам Когда они завоевывали Кубу Примечательный тем Что он ни разу не перестраивался В отличие от остальных городов Кубы Он остался по тому плану Какой ему задал Диего Веласкес Когда построил его В 1511 году Ну и сейчас город развивается Как курортное место Природа действительно здесь удивительная Море есть Есть много пляжей Такие здания в классическом стиле Почта есть на главной площади Вот Тореус де Куба На Кубе тоже очень любят сушить белье Вот тут вот Прям как-то и повесили Но как будто белье сушится Дома с галереями Большие окна Большие двери Для того, чтобы можно было Проветривать Потому что здесь По-прежнему жарко Еще и влажно А это на горе Костейо Сейчас тут гостиница В принципе думали, что вон там И будем жить Но у нас оказался отель на море Такие экзотические домики Ну для нас экзотические А тут это такая повседневность Домики Ну как обычно Тень и свет Ну а что делать Здесь всегда солнце Ну и конечно же решетки Решетки Потому что стекол нет Окна открыты Настежь И поэтому и решетки Вот тут какой дом Номер 27 Колонна И в этом городе Часто встречают Деревянные дома Вот так пугают Туристов А в этом доме Уже понятно по звукам Здесь школа Это граффити На школьном заборе С Чи Геварой Ну вот машин я уже даже не вздрагиваю Я уже привыкла Что здесь такая экзотика Ну вот дом Похоже В готею местного Вот такие колонны Здесь уже деревянные По-моему Не каменные Или каменные А вон тут зелененький дом Сдается То есть там Типа гостиница Крыша с черепицей Похоже прям на старинные дома Не начало 20 века А первых переселенцев Такой веселенький домик И со стеклом Между прочим Это маленький городок А шумный такой Ну вот Может быть вот этот Тогда из первых домов Какой-то Трехэтажный Ну интересно А теперь я понимаю Почему иностранцы приезжают к нам И разглядывают Деревянные домики И наличники Это да Необычно для нас Для них нормально Еще город Барако Называют городом Трине Здесь есть гора Которая называется Наковальня Но на ней нельзя Делать железо Здесь есть Здесь есть Лафарола Фонарь Это дорога По которой мы ехали сюда Серпантин Который не светит И есть Залив Бахангель То есть залив мед Который не сладкий И это вот Одно из нем Гора Наковальня Приехали на ранчо То есть в деревню Во-первых Здесь тенечек Во-вторых Здесь Растет какао Вот это дерево Какао А это само какао Оно оказывается Вот такие плоды Имеет Как растет какао Много дисциплина Для того чтобы Срывать Кучия Это не прям И стал бараски Оно оказывается Какао На кубе Это здесь Баракуа Оно оказывается Баракуа Это капитал Коко Желтый Значит Спелый плод В какао Все процессы Стоят Эта семья Но в больших В количествах Это все Что происходит Сюда Это получается Кода Внутри Каждого Плода 30 35 Зерныш Это съедобно Можно даже Попробовать Ну так Ничего Кисленько Какао Вообще Круглогодичное Дерево Тут есть Три Сорта Деревьев Но все Они Спелые Становятся Желтыми То есть На одном Дереве Может быть И цветочек И зародыш И плод Ну короче Круглый год А еще Тут Растут Бананы Прям Вот Настоящие Бананы Растут Один год Цветут Дают Вот такие Плоды И потом Эту веточку Вот так Срубают А остальные Веточки Растут Дальше Что только Нет у него Тут На плантации Ну в основном Какао И бананы Падают И вот Начинает Расти Вот такая Королевская Пальма Вырастает Вот в Такую Вот Это все Из пальмы Это Манга Называют Его Большой Дедушка Ему 170 лет И вот Это Вот Свешиваются Все Брамелевые Они Помогают Ему Потому что Они Создают Влажность Вот На этой Пальме Хорошо Видно Сколько Ей Лет Вот Эти Вот Полоски Каждые Шесть Полос Это Один Год Так что Всегда Можно Посчитать Сколько Этой Пальме Лет Куча Вот Они Все Как раз От Этих От Какао Скорлупа Сначала В течение Шести Дней Вот В этих Ящиках Стоит Ферментируется Стекает Сироп Из него Делают Ликер Потом Перекладывают Вот На эту Штуку И 6-10 дней Сушат На солнце Для того Чтобы Получилось Вот Такое Сухое Зернышко Апельсин Апельсин Это все Что тут Растет Это Просто Топлоты Гуанам Шафраны Которые от Рака Где Вот Этот шафран Он не Шафран Он Такого С По Цвету Да Плов Когда готовишь Плов Он Дает Свет И Дальше Аборигены Раньше Там Красили Это Лан Это Гуава Гуава А это Гуира Помните С чего Делают Маракаси А Да А это Коко 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 Нормальный И Планты Коко И дерево Ну Как говорится Середина Дня Продолжаем Дальше У нас Еще Великие Дела Попили Какао Настоящее Прям Вот Здесь На Плантации Ну Понятно Коктейльчик Трифасика Называют Там Ну Я уже Забыла Каких-то Три Этих И Настоящая Трубочка Экологическая Как они Сказали На Плантацию Какао Сходили Теперь Приехали На Ранчо Тоа Тоа Это Самая Полноводная Река Здесь А то А то И возможно Вообще На Всей Кубе А вот И река Туа Здесь Лодочки И правда Вот она Широкая Я такой Большой реки Тут еще Не видела Самая Самая Полноводная Река Идем На ручной Силе На веслах Река Глубокая 8 метров Сами Жители Катаются Вот на таких Лодочках По делам Ездят Тут есть Острова Где живет И семьи У них там Хозяйство свое И они В цивилизацию Катаются Вот на таких Лодочках Из бамбука Теперь едим Из бамбука Это супчик Вот так Прям ложечкой Ложка настоящая А тарелка Вот такая Бамбуковая Суп типа Фасоли Бамбука